Неудачная шутка привела на скамью подсудимых. Муромский городской суд вынес обвинительный приговор лжетеррористу. Безработный житель Мурома решил проверить сотрудников правопорядка на профпригодность, заявив, что в здании полиции заложена бомба. Подробности в сюжете. Тревожный звонок раздался в единой дежурной диспетчерской службе. С сотового телефона неизвестный мужчина сообщил об акте терроризма в здании межмуниципального отдела МВД России Муромский. 36-летний житель города Мурома, ранее неоднократно привлекавшийся сотрудниками полиции к административной ответственности, затаил обиду на сотрудников полиции и в один из дней решил таким образом отомстить сотрудникам полиции, сообщив заведомо ложное сообщение о том, что в здании полиции заложено взрывное устройство. Во время тщательного досмотра бомбу в здании полиции не обнаружили. Зато лжетеррористы нашли без особых проблем. Александр Жуков, проживающий вместе с мамой в Яманской слободе, недолго думая, признался в содеянном. Выдал коробку от сотового телефона, с которого был осуществлен этот вызов. Вместе с тем сам телефон, испугавшись содеянного, он разобрал и уничтожил. Явка с повинной, активная помощь следствию, раскаяние. Адвокат Жукова сделал все возможное, чтобы обвинительный приговор был менее суровым. Мой подзащитный ранее к уголовной ответственности не подвлекался. На учетах у психиатра-нарколога не стоит. С учетом вышеизложенного, мы подотвечивали об особом порядке судебного разбирательства. В данном случае особый порядок судебного разбирательства, он не исследуется всем, это дело уголовного дела. Мой подзащитный дал правдиво-познательные показания в суде. В результате злополучного телефонного звонка о готовящемся в здании полиции взрыве Александр Жуков на несколько часов нарушил размеренную жизнь города. Парализовал работу правоохранительных органов и всех служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях. Суд признал мужчину виновным. Суд приговорил Жукова Александра Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде исправительных работ в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией на срок 1 год 3 месяца с удержанием и заработной платы ежемесячно 10% доход государства. Кроме того, в дальнейшем Жукову придется возместить материальный ущерб всем городским службам, которые потратили свои силы и время на поиски несуществующей бомбы. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости, Муром.